Дима Дима На самом деле все конечно не так Этот доклад очень такой своеобразный рассказ о том, как много ошибок было, которые привели к текущему положению дел Есть такой анекдот Соревнования по подводному нырянию, Василий Иванович и Петька, классика И выиграл Василий Иванович Петька его спрашивает, слушай, ну ты же плавать-то не умеешь Он говорит, за корягу зацепился На самом деле в бизнесе очень часто так бывает Когда мы что-то не умели, решая какую-то проблему Мы вдруг вынуждены были стать лучше Вынуждены были стать другими У меня есть 25 минут, чтобы рассказать вам, как это происходило с нашей компанией Вообще ошибки бывают самыми разными Но есть, наверное, три больших категории Одна из которых связана с людьми Другая с финансами А третья с временем Причем это главные ресурсы, которыми мы, видимо, управляем И исходя из этого, можно, наверное, говорить, что и отсюда проистекают ошибки Про людей мы очень часто говорим Что мы не тех взяли Нам всегда хочется найти какую-то звезду А вот если бы у меня были крутые программисты Или супермаркетологи Это всегда создает у нас ощущение, что у других как-то по-другому Про деньги Нам кажется, что кто-то лучше профинансирован У него лучше прибыли, у него какие-то еще обстоятельства И мы тоже смотрим на это И кажется, что мы совершаем те или иные ошибки, связанные с ресурсами Там есть, кстати, две категории ошибок Когда денег слишком много Или когда их очень мало И мы в этом смысле совершаем ошибки Когда мы говорим о времени Самая большая ошибка – это думать, что у нас времени безмерно Мы можем долго что-то выпускать Или у нас есть время долго принимать решения Но не всегда так получается по жизни И я, видите, начну с каких странных дальних годов С момента создания нашей компании Компания Bittrex 98-го года создания И мы начинались в тот кризис Большой кризис И начинались мы как аутсорсинговая компания То есть на самом деле мы продавали себя по 5 долларов в час Вы знаете, это тогда были такие шикарные деньги Мы просто чувствовали себя молодцами На фоне всего рынка Мы работали на американцев И как это обычно бывает На американцев советского происхождения Это тоже создало нам определенные предпосылки потом И у нас 100% выручки давал нам один партнер С которым мы работали Вначале все было замечательно Но потом возникли определенные проблемы И эти проблемы чуть было не привели к кончине нашего бизнеса После этого появилось несколько выводов Это, наверное, единственный момент за всю историю Для меня как для директора Я этот месяц помню Когда я не смог выплатить зарплату людям То есть мне пришлось им прийти и сказать Слушайте, вы знаете, в этом месяце зарплаты не будет И для меня это, мне кажется, было большей травмой, чем для всех остальных И отсюда появился один из выводов Во-первых, я дал себе слово и создал запас денег на 4-6 месяцев Исходя из которого, потом мне стало значительно легче психологически жить То есть я просто создал этот буфер денег Потом я понял, что ни один поставщик для нас Не должен занимать больше 60% денег На самом деле больше вашей прибыльности То есть если ваша прибыльность процентов 20 То вы должны считать, вот прям ввести себе такой норматив Поставьте его главному бухгалтеру Он должен вам в колокольчик звенеть Если у вас, например, один поставщик больше какой-то доли Мы поняли, что нужно диверсифицировать бизнес То есть должны быть разные партнеры, с кем ты работаешь И разные клиенты в первую очередь, откуда у тебя денег приходит Аутсорсинг на самом деле плохо масштабируется И очень нужны интеллектуальные права А значит нужно пробовать создавать программные продукты Мы выжили в тот кризис Мы научились, мы подписали несколько новых договоров Начали работать с американцами И появилась еще одна компания Появился Bittrex как веб-студия Вот этот дизайн, восхитительный дизайн Мы его очень любили тогда Даже не знаю, как он сейчас должен восприниматься Но вообще это было так красиво, так здорово Мы стали студией, мы стали делать сайты У меня получалось очень хорошо продавать Но не получалось производить То есть я мог продать много Но произвести много мы не смогли При этом 75% мы начали зарабатывать на сайтах И все-таки у нас еще сохранялся аутсорсинг Вот где-то 25% Где-то 30% в год мы научились 30 проектов делать в год Но в целом мы, наверное, завалили качество И тогда случился момент Который, наверное, есть в жизни каждого директора Но мы каждый должны на него реагировать по-разному Мне нужно было ехать, сдавать очень крупному заказчику два проекта И уже прям перед выездом Не знаю, прям, наверное, опыт предыдущих ошибок сработал Я говорю, слушайте, быстренько покажите мне, что у вас все нормально Я сел за компьютер, мне открыли сайт И я на него смотрю Они стоят, волнуются И я мышкой вожу, вожу Ну я читаю сайт, я смотрю Я понимаю, где они все сделали Первая ссылка, в которую нажимаю, 404 Слушай, одна ссылка Ты вообще как-то попал магически не туда Ну ладно, возвращаюсь назад Опять сижу 30 секунд, тишина Опять нахожу ссылку Ну мне по смыслу кажется Я вообще подумал Интересно, а как же они это сделали? Нажимаю 404 Все оправдываются Немая сцены, я набираю клиента И при всех говорю Вы знаете, извините, пожалуйста Я сейчас принимал ваш проект И столкнулся с таким количеством ошибок Что мы не сможем сдать вам проект сегодня Мы переносим его сдачу на неделю И сделаем там изменения за свой счет И привезем вам уже сдавать через неделю И в итоге из этого этапа появились какие выводы? Конечно, стало понятно Что недостаточно продать Нужно еще произвести с нужным уровнем качества А для того, чтобы производить с нужным уровнем качества Нужна технология внутри Технологический процесс Нужно как можно системнее относиться к производству Это еще период, когда Не было по большому счету тиражных продуктов Как для сайтостроения По сути, каждый проект собирали из запчастей Нужно сформировать культуру Неприятия дыр внутри компании И в итоге тогда и начинается формироваться Некая атмосфера внутри компании И в этот момент, кстати Мы полностью решили отказаться от аутсорса То есть мы, во-первых, поверили в себя Что мы нормально умеем продавать Во-вторых, стало понятно Что мы на аутсорс задействуем самых дорогих людей И нам нужно их выделить И направить на построение внутреннего производства в компании И мы выделили, собрали этих людей И человеческий фактор У нас тогда было человек 12 Вообще, кстати, прекрасные времена Я до сих пор помню Один чихнул, и ты уже знаешь, что он заболел И ты уже знаешь, что на следующей неделе Вы этот проект никак не сможете сдать Потому что управление происходит на кончиках пальцев Я до сих пор помню, что мы тогда еще находились в трехкомнатной квартире Снимали трехкомнатную квартиру И вот еще, кстати, до семи человек Нет, до пяти человек Мы готовили по очереди А когда нас стало шесть Команда собралась, говорит Сергей, ты вроде неплохо продаешь Давай ты готовить не будешь И они меня отправили продавать На самом деле все начинается именно так И тогда появлялся опыт Так, мы потихонечку росли И начитались Начитались интернета и статей Тогда это называлось не СААС А называлось АСП Application Service Provider Мы начитались, что вот сейчас все начнут все сдавать в аренду Напоминаю, 2002 год мы сделали интернет-магазины в аренду Это сколько же лет назад-то? 14 лет назад Это при этом мы успешно продавали интернет-магазин Причем я приезжал тогда заказчику Делал выступления И продавал в среднем от трех до пяти тысяч долларов Ну так, нормально получалось По тем временам красотища И тут мы сделали систему арендуемых интернет-магазинов И я стал приезжать к клиенту Все то же самое выступление Он говорит, сколько? Я говорю, 50 долларов в месяц Он только на меня смотрит А в чем, говорит, смысл? Я почему-то был уверен, что смысл в этом есть И продолжал действовать так же А они были уверены, что мы занимаемся какой-то ерундой Да, они покупали Клиенту это было очень выгодно А мы как? В учебниках же писали Давайте 50 долларов поделим на 2,5 года Вернее, цену проекта А то, что там риски, себестоимость, владение Отток Мы вообще этого не посчитали В итоге Проект, конечно, еще мы тогда Технологии майкрософтовские выбрали Тоже учебника начитались И все это оказалось очень странно Какие выводы на этом этапе сделали Из этих ошибок? То есть проект мы окупили Вот, пожалуй, мы практически всегда Вот кроме первой истории Когда мы потеряли деньги на американцах Нам всегда удавалось окупать Окупать всю деятельность наших Но какой вывод здесь мы сделали? Во-первых, очень избыточная концентрация на технологиях Это не важно для клиента Клиенту важно решение Получился продукт XML, XSLT Такая технология Вот два человека в нашей компании Могли этот шаблон править Мы его показывали партнерами Они хватались за голову И говорили Господи, вы крутые Спасибо вам за выступление В итоге Для того, чтобы запустить SaaS Мы поняли Нужно иметь запас денег на полтора-два года Если вы делаете лично продажи Вы в убытке Как сказала однажды Наталья Касперская При цене антивируса 30 долларов Если к нам перезвонил клиент Мы в убытке И вот если вы делаете продукт за 50 долларов Вы не должны говорить с клиентом Потому что если вы подняли телефон И не дай бог вы к нему поехали Ну просто на час умножьте Вы не можете делать ему Такую дешевую продажу Бизнес-экономики Не хватает для этого Удивительно было это осознавать Два ругательных слова Самообслуживание и самопродажа Если цена небольшая Значит самообслуживание и самопродажа Нам это потом Будущим пригодится Привлечение клиентов Обходится очень дорого Это тоже еще одно открытие Которого мы не ожидали Кажется, что если ты новость выпустил Все ее растиражировали Черт, а это не так Проект нельзя выключить в СААС Это как вывести на орбиту А потом Ну а как ты его выключишь? И еще один очень важный момент В СААС нельзя завернуть консалтинг А интернет-магазин Клиент очень часто хочет консалтинга Он хочет, чтобы с ним поговорили Помогли настроить Выбрали с ним службу доставки Коллеги, спасайте Выбрали какие-то другие запчасти И какими бы учебными курсами Вы все это не обвесили Он хочет, чтобы ему это сделали Он не хочет делать это сам Кризис масштабирования Желающих купить нашу платформу Становилось все больше Но это был пока еще внутренний продукт Мы не могли много производить И поддерживать столько сайтов Сколько было запросов Но CMS для нас еще все была услугой Она уже была таким набором запчастей Но до третьей версии Там 2.2 версию, помню 2.3 Это все еще наши такие наработки Которые мы копировали И они еще продуктом не были Вот такая вот самоделка Я в 2002 году съездил на доклад На конференцию СДФ И послушал доклад Михаила Филипенко И он рассказывал о том, что он продает По всему миру библиотеки для C++ Ну для языка программирования Это графические отчеты Я вот его слушал и не мог поверить Я говорю, подожди У тебя покупают не программу с инсталлятором А покупают прямо библиотеки Он говорит, да Они берут сами и прикручивают К своим библиотекам И дальше получаются продукты Я вернулся в компанию И говорю, ребята, мы должны сделать продукт Все, что мы делаем, это обычный продукт Вы даже не представляете, сколько было споров Это не так, это не по то И так далее, и так далее Полгода мы спорили В итоге получился совершенно другой продукт У нас перед нами тогда стоял путь Либо делать тиражный продукт Либо самим масштабироваться Открывать представительство И дальше-дальше расти На самом деле у этого ответа есть разные У этого вопроса есть разные ответы И опять же мы долго спорили И выбрали путь более долгий Который, на наш взгляд Давал меньше денег вначале Потому что реально ты должен отказываться От больших проектов И он обещал какие-то деньги впереди Мы выбрали этот путь Я помню этот момент, когда К нам приходил клиент Вполне успешные были такой веб-студии Мы договаривались уже тогда Тысяч на 10-15 долларов И я потом вот с этим заказом Приходил к компании, студии Которые еще не были нашими партнерами Вот так вот перед ними Клиента представлял И говорю Будете делать? Они такие В чем подвох? Я говорю Только одно условие На битриксе Они говорят Ну слушай, ну А сколько будет нам стоить? Тогда я помню Лицензия стоила 1000 долларов Говорю Вам лицензия будет 1000 долларов А продадите за 10 И они соглашались И так мы начинали Шаг за шагом Мы начинали бизнес Мы решили Что CMS Это обычный программный продукт У него должен быть инсталлятор У него должна быть документация Мы потратили 9 месяцев На перепроектирование И программирование Всего продукта Выбрали меньше денег сегодня И наш отдел производства Должен был Мы еще тогда получалось И CMS Делали И сайты делали Но уже начинали набирать партнеров И кстати Тогда впервые осознали конфликт Когда ты еще сам производишь А еще с партнерами Партнер всегда Ну с таким прищуром Ну А вот придет к тебе Какой-нибудь там большой клиент Ты же сам будешь делать Ты говоришь Да нет А сам-то еще и не уверен до конца Да Я же еще и тут одной рукой Это делаю В итоге Очень страшно было Вообще отказаться От производства сайтов Оно приносило денег Реально было Очень сложно отказаться Я помню Я накопил тогда На 6 месяцев В расчете Что мы вообще Не будем продавать продукт То есть мы готовы были 6 месяцев Жить на свои По-моему дальше будет слайд Вот здесь хороший у меня Наверное Ну ладно Попозже тогда расскажу Мы боялись выйти на рынок CMS Нам казалось Что у всех есть на сайте продукт Потому что на какую студию Не зайдешь У них везде была нарисована коробочка И была написана Система управления Чем-то там Ты думаешь Господи У всех есть продукты Только потом ты понимаешь Что это не продукты А как мы говорим Муляж Это дизайнер нарисовал продукт А он продуктом еще и не стал Ряд вещей вы сделали Именно из этого К тому моменту У нас уже было Три аж продукта У нас был Битрикс арендуемый магазин Мы еще его тогда не списали На Майкрософте написанный Битрикс инфопортал И Битрикс управление сайтом Который мы кстати написали Тогда На PHP MySQL Унизительно тогда было писать Многие еще Кто-то помнит PHP 3.0 Там же даже сессии не было Я вообще молчу Что там не было Всего там не было АСП был Такой взрослый продукт И вот С этими тремя продуктами Бывала странная ситуация Ты приезжаешь к клиенту И час ему показываешь Инфопортал Он в восторге Говорит Ну круто Очень сложно Очень круто Прям такой весь А потом за несколько минут Мы им показывали Управление сайтом Вот тут нажми Отредактируй страницу Здесь вот нажми Добавь ее Здесь это меню поправил Знаете как Клиенты реагировали Они так смотрели Говорят Они видели Что мы гордимся первым А этот как-то так показываем Они говорили Мы понимаем Что у вас этот продукт Очень крутой Видно Что вы им гордитесь Ну дайте нам Вот этот маленький Простой Нам он понятный И реально Клиенты начали Голосовать рублем Мы полностью перепроектировали Сделали ставку На один из продуктов И тогда появились Следующие выводы Что Важно понимать Что хотят клиенты Не до конца Все наши Вот технологическая хрень Которая у нас в голове Творится Как у программистов На самом деле Она нам только мешает Ориентироваться И понимать Что клиент хочет А мы должны это слышать В первую очередь Чем больше пользы Продукт приносит клиенту При минимальных затратах Это тоже и хостинг И другие цена владения Тем больше покупателей Будет у продукта Чем ниже цена освоения И уровня знаний Тем больше клиентов Вы можете получить Чем меньше технологические требования Тем больше партнеры Смогут его И легче смогут Его производить И делать К тому моменту Майкрософт Уже выпустил Дотнет АСП Начал умирать Потихонечку Еще интересы Бизнеса Веб студии Конкурируют С бизнесом На продуктах И мы вынуждены Были Должны были Принять решение Закрыть студию Или не закрыть Задолбало выживать Когда тянешь Огромный пакет Технологических продуктов Перед всеми клиентами У тебя обязательства Возникает иногда Странное Вот это чувство Вот это слова Задолбало выживать Сказал один из директоров С которым мы общались Приехали посоветоваться К нему О, я, ребят, вижу Вам надоело выживать Такое чувство Часто охватывает Директоров Это накапливающаяся Психологическая усталость Директора и команды Потому что Очень много всего И без фокуса Ну как-то вот непонятно Какой-то поиск Нутренней самомотивации Распыление сил И вот эта Бессмысленная погоня За технологией Они как-то не дают Бизнесовой отдачи Я бы сказал Что тогда был Своего рода Кризис у нас И проблемы роста И проблемы У меня Потому что Мне нужно было понять И какой-то фокус Дать для компании Коллеги Давайте мы Лишнее, например, откинем И сосредоточимся На чем-то На технологиях Или на Или на бизнесе Какие мы для себя решения В тот момент приняли Мы решили закрыть Все продукты Которые В общем Тешат наше технологическое эго Которые не приносят выручки И под нож Пошли все продукты Сделанные на Майкрософтовской платформе В том числе Они получились Очень сложными И мы поняли Что мы не сможем Их заново переписать Сохранив Все наши Тысячи часов Разработки На дотнетовскую платформу У них не было Перспективы на 10 лет Закрыли Всем нашим клиентам Предложили переход На новую платформу Оставляем Один тиражный продукт У битрикс управления Сайтом Для самой популярной Юниксовой платформы Причем Полностью перепроектируем Делаем его еще проще И системные для партнеров Готовя сразу Продуктовую историю Основные акценты На то, что нужно клиенту Простота управления Функционал Интернет-магазин Кстати, если вы уже забыли Раньше Было много-много Разных наборов продуктов Где-то там блоги Где-то еще Мы тогда уже выбрали Что у нас продукт Должен включать все Что нужно для сайта Или для компании И мы ответили себе на вопрос Кто наш клиент Наш клиент Это бизнесмен Который занимается бизнесом В онлайне И вот тогда был момент Когда мы накопили Шесть месяцев денег В один день Мы закрыли сайт Битрикс.ру Это был сайт студии Перенаправили его На сайт Битрикс.ру На котором был рассказ Только о продукте И я как угорел И начал ездить И подписывать Партнерские договора Я приезжал и говорил У нас больше нет студии Мы не делаем больше сайты И партнеры нам верили Мы все заявки Которые приходили Мы отправляли партнерам И поменяли бизнес-модель И нам удалось На свои За шесть месяцев Перестроить бизнес Через четыре месяца Мы восстановили оборот И вот этот вот Нервный рискованный момент Полностью изменил Нашу компанию Мы стали совершенно другими Из Битрикс Из студии Превратился В софтверную историю Я рассказываю этот момент Во многом Может быть потому Что у каждого из вас Будут какие-то Технологические истории Либо моменты Либо желание Делать какие-то продукты Какие-то рынки Уже созрели Там CMS-ный рынок Или там Другие какие-то Но все время Рынок предлагает нам Возможности Возможно каждый из вас Будет размышлять об этом Итак 2003-2006 Теперь мы только На разработке софта Нам стало значительно легче Ой, пять минут Придется побыстрее Мы решили, что цель Выбрана правильно Мы создали отдел маркетинга И впервые отдали на него 10% оборота Причем на вопрос Почему 10%? Я вам могу совершенно Ненаучную историю рассказать Я со знакомым разговаривал Он говорит Ну в обычном бизнесе Он говорит Ну 3-5% Я выйдя со встречи Решел Ну раз в обычном бизнесе 3-5% А мы хотим расти В 2 раза быстрее Надо в 2 раза больше отдавать Ничего умного там не было Мы выделили 10% И сделали отдел маркетинга И стали тратить деньги На продвижение продуктов Компания начала набирать темп Мы вышли из диапазона ошибок И маркетинг становится Основной проблемой Теперь деньги есть Их надо правильно потратить И это становится сложным Какие выводы на этом этапе? Изучать маркетинг самим Советоваться Научиться считать И обсчитывать маркетинг Жаль, мало времени Научиться давать информационные поводы Для маркетинга То есть релизы И выпускаться в активный сезон Вместо 10 каких-то мелких инфоповодов 1-2 больших инфоповода Давайте не буду сейчас Подробности рассказывать Очень интересный был проход В 2007 году создаем Совместное предприятие с 1С Потому что уже тогда мы рассуждали Что система интернет-торговли Обязательно должна быть состыкована С ERP-системами И в этом фундаменте Стоит большое преимущество Мы это решение приняли в 2007 году А в 2011-12 САП и Хайбрис Начали покупать аналогичные продукты На рынке То есть чуть вперед нам удалось Сделать соответствующий расчет Так, 4 минутки Ну давайте будем дальше двигаться Одна из больших и самых дорогих ошибок Мы решили, что мы софтверная компания Мы можем делать продукты вот сколько угодно Мы вложились еще в один продукт Dotnetforge Сделали его на платформе Microsoft Договорились с ними Прям вот любовь и все должно было получиться В общей сумме мы потратили больше миллиона долларов И больше пяти лет в разработку этой платформы Наверное даже шести И год за годом получалось Мы видели, что Microsoft нас уже не очень любит Из-за того, что появился Bittrex 24 И мы видели, что у нас не очень идет этот продукт И знаете, как это бывает Если что-то идет не так То либо это ошибка Либо проверяются наши упорства И мы, ну, наверное, два года считали, что проверяются наши упорства Хотя вообще это была ошибка В итоге, я помню это собрание Мы решили списать этот миллион долларов Мы сказали, все, мы дураки У нас ничего не получилось Весь наш опыт по проектированию нового продукта Нам очень пригодился Мы потом использовали его при проектировании D7 Для управления сайтом Microsoft внутри себя После выпуска нами корпоративного портала Сделал у себя так называемый battle card И мы для себя решили, что мы никогда не научимся Больше зарабатывать на Microsoft Так вот мы вычеркнули этот пункт Решили, что этой компании, наверное, какой-то другой путь Но только не с нами Или нам не с ними 2008-2010 год Нам нужна была диверсификация И нужны были новые продукты То есть по управлению сайтом двигалось все как бы понятно Но мы создали еще один продукт Корпоративные порталы Вообще расчет был довольно тонкий Мы, мне кажется, хорошо спрогнозировали изменения в корпоративной среде Мы очень удачно попали в начало сегмента растущего Недооценили SaaS То есть мы сразу не сделали облако Вы помните, мы сделали сразу коробку Почему мы не сделали облако? А когда ты уже один раз ошибался Всегда ведь тяжело потом переубедить себя Что, слушай, момент-то изменился Это уже все по-другому Мы еще сделали одну ошибку Мы посмотрели на SharePoint, на майкрософтовский продукт И почему-то решили, что мы с ним должны конкурировать Это было огромной ошибкой Другой сегмент составался Другие клиенты приходили И мы реально с вами в 2010-2012 В 2012 году, в 2011 реально запустили изменения И по SaaS, и по концепции И в 2012 представили совершенно новый продукт Избавились от наших двух внутренних проблем Но, тем не менее, корпоративный портал Начал очень-очень быстро развиваться В 2012 год запускается Bitrix24 Внутри была проделана огромная работа То есть для того, чтобы убедить компанию Повторно запустить SaaS Мы уже сделали полную стратегию расчета У меня есть даже такой доклад В этот раз его не стали вытягивать Где я рассказываю по запчастям Почему она такая Почему большой бесплатник Почему мы действуем так И как мы видим стратегию перспективы Вот этот расчет был сделан в 2010-2011 году Большая технологическая подготовка Этому предшествовала Потому что мы понимали, что выйдя на орбиту Мы уже не сможем свести этот продукт вниз И ты его должен будешь реконструировать в полете Двигатели менять, расширять Надежность обеспечивать и так далее Те ошибки, которые у нас были раньше Они нам очень сильно помогли В проектировании, в создании этого продукта Уже на этом этапе 2014-2016 продукт Bitrix24 отлично развивается И вот в этом этапе мы начали осознавать Уже когда там получилось сотнями тысяч клиентов Мы начали видеть некоторые моменты Лучше понимать нашу аудиторию То есть ты продукт для одного планируешь А его используют по-другому, например Сегодня я уже рассказывал о том, что у нас есть Три главных группы Те, которые для коммуникации Те, которые для задач И те, которые для CRM Мы стали делать акценты И лучше работать с этими группами Вот последние изменения По интерфейсу По целому ряду других вещей Это наш ответ Пониманию того, что изменяется И мы учимся для себя Опять же, какие выводы из этих этапов Не забывать говорить с клиентами и с партнерами Современный рынок На выход коммуникации Между компаниями и клиентами Тут мы действительно, я считаю Очень удачно попали И своевременно вышли Модифицировать, развивать продукт Корректировать бизнес-стратегию Если это требуется И менять производственный цикл На сегодняшний момент Кстати, время уже не позволяет 12 языков, 14 доминов И продукт, который работает во всех часовых поясах 12 дата-центров И вот на этой карте видно Каждая точка То есть каждый круг и каждая цифра Это компания И все часовые пояса Те, которые зеленые Это активно работают Вот в данный часовой пояс На каждом сайте есть эта карта Посмотрите Там иногда очень интересно добираться До каких-то островов Либо для стран Для того, чтобы посмотреть Как работают эти клиенты Полтора миллиона зарегистрированных Компаний по всему миру Фантастическая динамика роста Конечно, внутри компании Это очень помогает Выход на окупаемость Всего проекта за год Значительный рост доверия Рынка и доверия внутри компании Большое воодушевление Это реально high load Это большие нагрузки Но это же и вызовы С другой стороны Это на самом деле очень ответственно При этом я считаю Что этот проект стал возможен Благодаря тем ошибкам Которые мы прошли На предыдущих этапах Развития компании В завершение Люди-звезды амбиции Вообще, конечно, я думаю Что бизнес во многом Это управление Человеческими отношениями И непрерывная работа По созданию результата Мы, как бы мы ни хотели Но мы не можем быть Как роботы Постоянные Не эмоциональные И равномерные Мы обычные люди И делать нужны результаты Из обычных людей Бизнес в том числе Это скорее Марафон Нежели спринт То есть это долго Годами Бежать Держать темп И справляться С внутренней Психологической мотивацией Постоянная нехватка знаний Отсутствие специального Бизнес-образования Всем она мешает Это, кстати, одна из причин Почему у нас Вообще есть бизнес-доклады На конференциях Проблемы с делегированием Каждая из которых Из нас решает Постоянный поиск звезд Который на самом деле В какой-то момент Наверное завершается Либо ты просто Меняешь свои требования К людям Всегда поиск Серебряной пулей В бизнесе И потом все равно Просто равномерно Хорошая работа Которую ты должен Делать годами При этом нужно Создать атмосферу Доверия Справедливости И творчества Для того, чтобы Все это развивалось Всегда завершая Говорю, что мы Сами не идеальны Не идеальны наши коллеги Самым слабым звеном Наверняка является Директор И нужно научиться В этой ситуации Любить друг друга Вообще договариваться Какой-то Позитив Всегда видеть Из тех Проблемных Вопросов Которые возникают Доверие И позитив Они создают Огромный Прекрасный результат Вот так уже давно Ноль висит Последний слайд Надеюсь На рынке На рынке есть Всегда Злобные Конкуренты Которые Либо лучше Профинансированы Которые Вам кажется Со стороны Что у них Чего-то по-другому У всех Все одинаково У всех Одни и те же Проблемы Одни и те же Проблемы С людьми С финансами С другими Обстоятельствами Просто нужно Отпустить это И не обращать Внимание Внутренние Процессы В компании Играют Значительно Большее Значение Вообще Для успешности Бизнеса Чем все Конкурентные Обстоятельства Вокруг Если вы Внутри Хорошо договариваетесь Слышите Друг друга Нацелены На результат И вы научились Оставлять в компании Таких людей Построили Даже не важна Так численность Вы приняли Решение Попробовали Проверили Сделали Доверяете Друг другу Все у вас Получится Без Взаимопонимания И доверия В общем Большинство Идей Будет Очень сложно Осуществить Ну и в завершении Опять же Успех Это движение От неудачи К неудаче Без потери Энтузиазма И вот Такой У меня Странный Доклад В котором Я рассказывал Не о том Как все Безоблачно А о той Череде Ошибок Которая Нас приводила К текущему Моменту Спасибо большое Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры